Буквально пару слов. Просто сейчас, когда читали места Писания и говорили о том, как любить. Вот Антон сказал, что правильно Иисус, так и было, Иисус поделил заповеди на возлюбие ближнего и возлюбие Бога. И есть, я об этом уже много раз говорил, но есть, может быть, неправильное понимание некоторых вещей. Но, в частности, понимание людей возлюбить ближнего своего, как самого себя, означает, что сначала мы должны возлюбить самого себя. Потому что мы не можем возлюбить кого-то, как себя, если мы себя не можем полюбить. И мы создали по образу и подобию Бога. Мы несовершенны. Мы только совершенствуемся. Совершенствуемся. Мы не считаем себя достигшими, но движемся вперед, простираясь вперед, забываем заднее. И что значит любить ближнего, как самого себя? И мне просто сейчас пришло такое откровение, что мы должны возлюбить ближнего, как самого себя. То есть мы должны, в первую очередь, возлюбить себя. Но как себя возлюбить? Как себя правильно любить? Любить себя такой, какой я есть? Вопрос. нужно любить себя таким какой есть если я полюблю себя таким какой я есть то где та граница с которой мы начинаем меняться если я не полюблю себя таким какой я есть то я нахожусь в непрощении к самому себе и это другая проблема с которой мы сталкиваемся мы не можем двигаться вперед корни непрощения и обиды не мешают нам и как дерево которое хочет сдвинуться но не может и в этом тоже проблема и я просто молился сейчас пока антон говорил он говорил а у меня в голове была молитва как 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 полюбить себя и не господь открыл следующее что бог полюбил у нас написано он полюбил нас когда мы были еще грешниками то есть он полюбил нас такими какие мы есть я уже говорил об этом на одной из проповеди что он не заставлял своих учеников меняться он их принял такими какие они есть но то что он делал это как он себя вел не могло позволить им оставаться такими какие они есть они менялись потому что они хотели уподобиться и они хотели быть достойными быть в его присутствии и сегодня господь иисус в нашем сердце вот здесь на троне то есть он здесь а мы должны полюбить себя так чтобы быть достойными его присутствия мы можем полюбить себя такими какие мы есть потому что он это сделал но нам нужно меняться чтобы быть достойными жить его присутствии мы должны согласиться с тем что мы должны менять себя и вы знаете вот о невидимом Боге. Куда проще, когда стоит грозный отец с палкой, да, помните, как в Ветхом Завете? Согрешил? Секир башка. Неправильно там что-то проговорил, земля пожрала всю семью. Что-то там неправильно сделал, сжечь, неправильно поступил, камнями побить, буйный и непокорный, камнями все общество. Вдруг правила меняются. Вдруг они меняются. Бог становится невидим и перестает с нами судиться. И помните, я вам говорил, что у евреев было сложное время, 400 лет. 400 лет они не могли понять, вообще Бог слышит, не слышит, принимает, не принимает, прощение есть, прощение нет. Вдруг правила меняются. Бог пришел, Он же ведь открыл духом Петру, что Он есть Сын Божий. И они не понимают, почему суда нет. Они косячат, а суда нет. Опять косячат, и опять суда нет. Правила поменялись. Бог говорит, я теперь, особенно когда Христос вознесся и воссел отечественного Бога до небеса, вообще правила поменялись полностью. И как уже кто-то сказал, жизнь стала до воскресения Христа и после воскресения Христа. И наш отец стал Богом невидимым, но любящим. И посмотрите, что пишет Павел, он говорит это о себе, но так как он пытается уподобиться Христу, так ведет себя и Бог. Представьте себе, что теперь Бог говорит это. Именно вот Бог проговорит эти слова. Итак, возлюбленные мои, это филиппийцам 2 глава, 12 стих. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в моем присутствии, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без опыта и сомнений. То есть, в данном случае, это Павел говорит филиппийцам, своей первой и самой возлюбленной церкви. Это была первая церковь, которую он создал в Европе. Но представьте себе, что это Бог сейчас нам говорит. Бог говорит, я создаю и хотение, и делание, потому что я хочу, чтобы вы захотели быть достойными моего присутствия в вашем храме, тело, в котором живет Дух Святой. И он говорит, что все нужно делать без опыта и сомнения. Потому что там, где есть любовь, там нет опыта. Там, где есть любовь, там нет сомнений. Что такое сомнение? Да когда я боюсь, а вдруг не получится. Потому что любовь, написано, изгоняет любой страх. И вот мы должны полюбить. Но что значит полюбить? Полюбить это вместить в себя всю любовь Иисуса Христа. Мы не сможем источать то, чего не имеем. Не можем. Реки воды живой не потекут из чрева нашего, если мы не будем иметь эту воду живую в себе. И вот любовь, безусловная любовь Иисуса Христа к нам, которая принимает нас такими, какими мы есть, но не может позволить нам оставаться такими, какими мы есть. Это и есть Божья работа в нашей жизни. И сначала мы должны полюбить себя безропотно, без сомнения. Простить себя, своих близких, своих друзей бывших, своих коллег по работе, своих детей, своих родителей. Простить Бога. Без этого никак. И начать двигаться вперед, чтобы отрезать все эти корни, которые мешают нам, которые все больше и больше укореняют нас в ложь. Сегодня мы пели песню здесь, в которой были важные слова, что без Иисуса Христа мы просто таем во лжи. Мы укореняемся и таем во лжи, потому что мы принимаем эту ложь, имея непрощение к себе, другим, к Богу. Я хочу призвать каждого, кто здесь находится, если у вас, а у вас у каждого, у меня есть, я недавно проходил во-вторых служения создан. Это ложь, которую мы приняли на себя. Ложь, которую мы позволили укорениться в нашем сердце, посеяться вот здесь сомнением. И эта ложь сопровождает нас. Мы благодаря этой лжи дальше двигаемся. А куда мы двигаемся? Дьявол посадил эту ложь для того, чтобы мы концентрировались на всем, что угодно, только не на больнице. Когда мы убираем ложь и принимаем Божью истину, тогда происходят чудеса. Мы вдруг начинаем смотреть на людей через другую призму, на себя через другую призму. Мы вдруг Бога видим и начинаем быть Его послушными, даже если мы не видим. И это будет как раз мерой любви к Нему. Аминь. Давайте помолимся за это. Спасибо.